Лайла Ахметова – журналист, профессор Казахского национального университета имени Аль-Фараби и доктор исторических наук. Уже более 50 лет она занимается поиском пропавших солдат во время Второй мировой войны и собирает материалы, касающиеся истории Брестской крепости. Долгие годы Лайла Сесимбековна искала отдельные вырезки, которые писали еще в мирное время будущие военные корреспонденты – защитники Брестской крепости. Ею были найдены 45 публикаций старшего сержанта Маткарида Урембаева, на основе которых была создана книга. Я нахожу за несколько лет 45 публикаций в армейской газете. Почему я делаю акцент на дивизионной газете? Потому что, конечно, рядовой солдат сразу в армейскую газету писать, его бы не взяли просто. А он прошел этот путь дивизионной газеты, но материалов нет. А зато есть 45 публикаций, которые были найдены. Он пишет о незатейливом быте 333-го стрелкового полка, который ему дали задание, он пишет. Он пишет, о чем он пишет. Прошли стрельбы, кто лучше всего стрелял. Потом прошли они марш, кто лучше всего там прошел. Я взяла эти 45 публикаций и выписала все фамилии. И я восстановила историю жизни 108 человек. Из них половина служили в Брестской крепости. Презентация книги началась с торжественного слова директора мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой» Григория Басюка, который поприветствовал присутствующих, а также отметил важность проведения подобных исследований. Потому что именно они помогают узнать судьбу конкретного человека в страшные военные годы. Это очень важная работа поисковая. Потому что, как сказала Лайла Сенбековна, за таким большим поиском устанавливается судьба хотя бы одного человека. Мы сегодня из книги узнаем еще одну судьбу нашего, возможно, защитника. Потому что, к сожалению, официально не знаем, ни по каким спискам он не проходит. Дальнейшую судьбу не можем на сегодняшний день установить. Но, тем не менее, это есть еще один толчок для того, чтобы и мы, возможно, вместе с Лайлой Сенбековной, мы продолжим эту работу. На память от всего коллектива мемориального комплекса его директор вручил Лайле Ахметовой альбом «Брестская крепость», а также подарил цветы, поздравив ее с презентацией книги. «Издан совсем-совсем недавно. Не видели, вот поэтому от всей души, на память от всех нас, от нашего коллектива. Самое доброе поздравление в вашей работе, в вашей жизни. Привет Казахстану от Брестской крепости». Книга ученого, доктора исторических наук Лайла Ахметова и рассказывает о непростой судьбе Маткалида Урембаева, командира стрелкового отделения, который в военные годы оказался на территории Брестской крепости. В ней отражена история его жизни, служба в 333-м стрелковом полку, а также найденные публикации военного и их анализ. На мой взгляд, это, знаете, такое учебное пособие для возможных вузов, наверное, все-таки больше по направлению журналистики. Вот, как в то время, какими глазами, какими словами описывали и видели все эти вещи именно те журналисты, которые впоследствии становились именно военкорами. Это люди, которые, видя, описывая все эти вещи, могли доносить именно тот дух, ну, те дни, вообще те все вещи, которые происходили, для того, чтобы мы, будущие поколения, смогли прочитать и как-то визуализировать для себя, посмотреть. Книга Лайла Ахметова – это в первую очередь неоценимый вклад в воспитание нашего будущего поколения, а также новая дополненная история военной журналистики, которая будет интересна разным поколениям читателей.